вот биология человека наверное на этом остановимся я хотел вам еще сказать знаете о чем здесь есть душа вот здесь мировое открытие нет здесь просто современная агротехника на и современные потому что та которая современно сейчас это какой-то одевательство над день на садами над всем над природой а это самое но это еще ладно а вот в этой книге чем заметьте это твердой обложке дорогая она заканчивается вот-вот скоро закончится хоть плохо берут а это 600 рублей вы узнаете что у человека есть бессмертная душа мало того вы знаете откуда появился человек все-таки не хотелось бы чтобы это было слепание молекул грязной лужи вот так а здесь ответ на этот вопрос мировое открытие видите у нас не может быть такого почему у нас тогда дураков любого ученого разбуди этот сказал 2008 году умер профессор капец был бы жив вот я бы сейчас сидел и он бы очевидно неразадный бы сейчас бы мои слайды вот эти мои фотографии показывали было передачи знаменитой его нет тот который его заменил ему выслал книги диски уровень и тот не понял ничего не врубился что ему прислали великое открытие несколько он ничего не понял думаете кто-то у нас смотрит эту программу ног один из тысячи это я К сожалению Ничего я там не нахожу То, что нам надо знать Вот здесь великое открытие Ну, точнее, это два С половиной Поэтому вот такого человека Они великие предтечи Я сделал десять Селили Оранжевые Я сестрой называю Духовные, мы сделали десять Фильмов Которые называются Великие предтечи Кого у нас только нет У нас там Киломарки Семичури, Крутовский Многих из них вы не слышали О многих из них Я считал за своим долгом Рассказать, с кем знакомым С кем не знаком Кто уже сто лет могил А вот Сеченова я Понимаете Такой страшный Оказался Скорее на стороне Мефистофеля Рассказано, принято Души нет А вот это опять биология Да, это вот он Это в учебнике Представляете А вот здесь вот Я уже скоро закончу Вот здесь вот Климент Архадьевич Тимирязев Русский естественный Испытатель Я еще два слова про него скажу Я тоже не буду про него книгу писать То есть это Фильм создавать Он не попадет в мой ряд Мало того, что Если у меня есть Будет Кунсткамера Которая Попасть будет позором Для тех, кого я вверху Это только я начал Составление Вот То Великие предтечи Это будет о великих предтечах И туда не попадет Ни Сечина Ни Тимирязев Смотрите Внимание Русский естественный испытатель Он гений Он умница Один из первых в России Попагандиста Ведей Дарвина Но об этом чуть позже Вот Популяризатор Историк в науке Заслуженный профессор Уникальный человек Что он сказал Ну-ка Он сказал Что если Случь света Не попадет На почку Она будет бесплодна И подхватили Это как знамя И давай резать деревья Скинили Ночек Сделали противоположный Вызв Вот Да Не попадает Это Железовым Говорит Не Берегите Мирязев А Металлург Железов Какой это Металлург Вот Внутри дерева Не хватает Солнечного света Листьев Они перестают Выращивать Плодовые Почки А если В это То плоды Не вызревают Вспомните Где плоды Роскошные Там где больше солнца Вот А там солнца Не хватает Потом Листьев все Меньше и меньше Потом появляются Сухие ветки Вот Последние Придумали так Зачем ждать Пока Средние ветки Отомрут Через 5-10 лет Давайте их сразу Отрежем Вот это Самое страшное И на остальные Оставшиеся Будет падать Полностью Солнечные лучи А то что При этом Дерево Искалеченное Теряет Варностойкость Теряет здоровье Ни слова А почему Может быть Они знают Но им надо Если Не надо Ветки трогать Нет статьи Нет фильма Нет лайков Ничего нет А если Выдумать Ветку Обсосать Минут 5-10 Проклинать И вот Потом Отрезать Потом Следующую ветку Она уже Растет По другому Вот те Ветки Которые Вот так Росли Я выше Показывал Груши И все Надо уничтожить Но никогда На них Груши А зимой Это Кажется Не нужно Да И Фильм готов Лайка есть Вот Вот Ну и второе Почему мне Еще не нравится Пропагодист Идея Дарвина Идея Дарвина Хороши Только внутри Видов Вот Пока Доказать Как появлялись Виды В принципе Они появлялись Внезапно Знает Наука Вот Руками Развела Но Пойти дальше Сказать Давайте так Если Разные Виды Появляются Внезапно Тридцать Миллиона Лет Назад Сто Миллиона Лет Давайте Допустим Но не Получается Подарвину Внезапно Вроде Ни с того Ни с себя Не было Вдруг Бах Там Это самое Уже Животное бегает Вот Что сделать Ну допустите Вы хотя бы Это самое Что это Там Зоопарк Сюда свезли Как в мультфильме Помните Про эту Про девочку Как ее Вот У нее Папа был Этот Биологом Привозил Инопланеты Зверей на землю Хаят Допустите Ну Уже Не такой Глупый Выглядит Допустите Что мы Потом Кинопланетян Уже Благороднее Незградное Луже Да Нет Пропаг Идеи Дорога А потом Расстреливали Не только Священников Всех Подряд Вот таких Вот дослужных Профессоров Расстреливали Вот таких Вот Надо же Думать Время Это самое Если у тебя Есть спички Не подходи Ты с ними К дому То С деревянного Или Стога Соломой Изобрел Спички И спрятал Последнее Там еще У меня Много Много Смотрите Я же не для вас Друзья Помните Я показал Полмиллиона Просмотров Мы вышли На новый уровень Еще раз Вот этого Зверя Зверька Три с половиной Сантиметра Длиной Два грамма Веса Нам Назначили Его Нашей Дедушкой Ну и там Про 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 Дедушкой Так Вот В чем заключается Дикость Сходу Может Вот что Ребенку Скажут Его В принципе Ребенку Плевать Биология Настолько Глупая Сложная Программа Что Его Уже И этим Голову Не задуришь Послушал Сказал Что Первым Млокопитающим На земле Погибли Эти Динозавры Их Стало Некому Кушать Вот Раздинозавры Погибли Они Вылезли Наружу У них Удулялись Ноги Хвост Зубы Так И дошло До человека Только Хвост куда-то Садился До сих пор Не можем понять Где наш Хвост Кстати Удобная Штука Можем Комаром Отгонять И вот Я к чему Говорю Итак Я попробовал Представить Межвидовое Не так Появление Новых видов Внезапно Исключено Нам назначен Дедушка Вот он Смотрите Еще раз И вот так Итак В школьном Учебнике Написано Я считать Не буду Я не столько Не сосчитаю Сильно много Сто Триллионов Клеток У человека Естественно Чтобы вот это Вот зверек Который на ладони Превращался В человека Вот Он должен давать Потомство Слегка Измененное Если после этого Никто Хохотать Не будет Значит До вас Не дошло Вот Смотрите Сто Триллионов Допустим Раз в год Дает Потомство Причем Для меня Не важно Раз в год Или даже Десять раз в год Каждый месяц Допустим Как Там Окатиться Или как там Вот Или раз в пять лет Беру средний Раз в год Причем Такая точная цифра Уже не нужна Вот Потому что Когда он станет Там типа Собаки И там Этим Там уже ясно Будет реже Чем раз в год Итак Раз в год Отпущено 65 миллионов На превращение Вот этого Мыши В человека Я увеличу Срок до 100 миллионов Щедрый дух На треть На четверть Ну в общем Или там На 40 процентов Почему Удобнее считать Я все равно Не боюсь Увеличить цифр Почему Дальше в школе Нас учили Отнимать нули 100 миллионов Лет По одному Каждый год Появляется Потомство 100 миллионов Восемь знаков Правильно Зачеркнули Получилось Что 100 миллиардов 100 триллионов Клеток А его Вот эти Те которые В нем Сейчас сидят В клетке Да Эти Тоже какое-то Количество Миллиарды Так как Весит 2 грамма А человек Весит допустим 100 или там 80 килограмм Пусть 60 Даже Все равно Цифра Исчезающая Мала Отнимать не будем Эту мизерную Цифру Округлим Итак Каждое Поколение Вот он родил Этот мышонок Такого же мышонка У него Должно Прибавиться Внимание Миллиард Клеток Вот там Появился Зародыш Через сколько дней Или месяцев Появилось на свет Миллиард клеток Миллиард С цифру Миллиард Представляете Вы еще Триллион Не можете Представить Миллиард Миллиард Можете Много Это Причем Клеток Специфически Как в учебнике И написано То есть Клетка Которая увеличивает Зубы Они увеличивались Хвост Он увеличивался Лапы Они Специфические С какого Хрена С миллион Клеток Вдруг у него Родилось Своего Потомка Любое Нарушение Вот как я Пишу Я уже Про мутацию Мозга Это потом Там цифры Страшнее У него Мозг Есть Вот такой Вот А у нас Все таки Полтора Килограмма Как минимум Там цифры Еще страшнее На порядок Но даже Если взять Просто тело Росло Просто Росло Миллиард Клеток Вы Вдумались В это Откуда Они У его Ребенка Вот Родится Такой же Мышонок Возьмутся Пока Он растет До взрослого Состояния И снова Не даст Потомство Годик Пройдет Откуда Этот Миллиард Клеток Они же Специфические Их нет И они Появились И вот В этом Дурдоме Мы с вами Живем Друзья Понимаете Ну Эту Версию Почему Она Возникла Я понимаю Уже Все Уже Почему Он поддерживал Там Этого Самого Дарвина Все Дарвин Умница Все Там Этих Самых Внутри Видов Да Клюв Зависит От Того Какая Глубокая Трещина Где Спрячется Этот Самый Червячок Это Можно Понять Но Дело В том Что Ни с того Ни с сего Вот так Вот Взять Назначить Себе Предка Человека Не имея Для этого Ни малейшего Основания У него Не то Что Миллиард Клеток За Это За Несколько Месяцев Вырастет Мышонок Вот Лишник Появится Одна Даже С чего Друг Появится Ну Одна Появится Может А потому Что А еще Что А еще Вот что Я вам скажу Друзья Вот Я вам скажу Следующее Мы Сейчас На распутье Дело В том Что Мы Не можем Вернуться Не только К Богу Даже К инопланетянам Ищем Землю Жизнь На Марсе Специально Ищем Уже Придуманы Буры В 24 Году Они Забурятся Русло Древние Реки Вот В 24 Году Потом Уже Ракета Готова Который Доставит И вдруг Увидят Там Что Жесть Есть Ну Может Быть Чем Вот Этого Вот Этого Назначить Нам Дедушки Ну Можно Хотя Бо Марсиан Уже Не Так Выглядим Глупо А Ну Хотя Бо Марсиан Случилось Мы Летаем На Марс Летаем Мы Можем Представить Что Это Дет Назад Прилетели С Марса Еще Особенно Мы Слетаем Почему С Марса С Сюда Нельзя Нашли Нам Предка А Раз У нас Такой Предок Раз У нас Нет Души Значит Ни Хрена У Нас Нету Ни Чести Ни Совести Ни Достоинства Ни Памяти Ничего Только Отнимать Друг 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 Последний Кусок У Нас Миллионы Стариков Государством Ограблены А еще Мошенниками Из-за Своей Наивности Те Кто Ворует Те Грабит У них Солить Души Точно Нету То есть Получается Сечина Прав Столь Все Мое Время Стекло Вот Поэтому Я Последнее Скажу Обвиняется Министерство Науки Министерства Просвещения Они Тоже Попадают Ко Мне Сюда В Эту Главу Эта Главой 15 Детям Дали Страшные Игрушки Посадили На особый Наркотик Телефон И Заперли В Квартирах Одели Памперсы Подгузники Тесные Трусы На 24 Часа В Сутки Может Специально Идет Унистяжение Генофонда России Вот Вот Это Страшная Вещь Вы Понимаете Они Уже Выросли И Стали Министрами Нужна Команда ФАС Кто Ее Даст Современный Министр выросли В памперсах Справка Почему У нас Взяточка Почему Любой Во власть Попадает Начинает Воровать Воровать Брать взятки Дело В том Чтобы Не взять взятку Тоже Нужна Воля Вырос в памперсах Он Не Может Понимаете У нее Нет Чести Достоинства Почему Нет Мужских Гормонов Повторяю Нет Мужских Гормонов В крови Хуже Чем У женщины Хотя бы Женские Гормоны Женские Гормоны Это Любовь Ласка Это Самопожертвование Это Материнский Инстинкт Когда Умрет Сама Но Спасет Ребенка Понимаете Это Особый Подбор Гормонов Женских А Здесь Не выросли Мужские Гормоны Не Оказалось А Женских Вот А там Пошло И поехало Стыдно Говорить уже Про это Как Можно Кто Может Дать Команду Чтобы Памперсы А запретить Как Все равно Не послушают А вот Сделать так Чтобы Они же Все равно Импортные Чтобы Больше Не завозили Как У вас Сейчас Машины Стиральные Нормальные Вот Грязные Пеленки Вонючие Стирайте В машинах Получите А потом Машину И ничего Мы Выросли Без Памперсов И пусть Они растут Без Памперсов Вот Никого На улице Не выгонишь Площадки Пустые Вот Ледовые Площадки Пустые Пять человек Это еще Не все Дети Часами Часами В этих Ладно То есть Ни одного Вообще Нет Вы что С ума Посходили Эти министры Нам не помогут Они даже Осмыслить Это не могут Даже Осмыслить Им скажи А ну-ка Быстренько Дайте Команду Памперсов Да еще Надо его Еще слушать Еще будут Этими Начинать Надо Опять Детей Пропаганда Пропаганда Не откажемся От памперсов От тесных трусов От сна Это самое От сна В этих Трусах Тех же самых Даже Это уже Достаточно Чтобы развивался Чисто Механически Развивались Полуорганы У мальчика Ну все Мое время Кончилось Так Друзья Моё дело Было Про Кукарек Вот Если У меня Много Примера Жизни Продолжение следует Продолжение следует